Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы представляем вам проект Пермской краевой общественной организации Орион, организации региональных исследователей по общественным наукам. И в этом году мы получили президентский грант, благодаря фонду президентских грантов, на реализацию проекта по организации квест-игр в Перми и в Пермском крае. На историческую тематику? Да. Прежде всего, наш проект направлен на сохранение исторической памяти. Мы, как действующие преподаватели, часто сталкиваемся с проблемой не знания каких-то элементарных фактов, никаких элементарных вещей, на наш взгляд, которые каждый человек должен знать, даже не специально обучающейся истории. И мы видим, что этого нет. Соответственно, наша задача, как преподавателей, как историков, как активных граждан, в конце концов, нести эти знания и объяснять, почему это важно, зачем нужно сохранение исторической памяти, как это может пригодиться в обычной жизни нам, гражданам Перми, нам, горожанам, нам, гостям города, ученикам, их родителям и так далее. В течение полугода как раз и будут проходить шесть квестов с января по июнь. График проведения квестов мы выкладываем на странице ВКонтакте. Называется она «Человек и мир». Ведущий этой страничке Александр Георгиевич Тимшин. Это он координатор Пермской краевой организации «Орион». Поэтому все заинтересованные в том, чтобы принять участие в квестах, могут обратиться на эту страничку и посмотреть график. Первый квест будет посвящен 23 февраля, то есть пройдет как раз вот где-то в 20-х числах этого месяца. А вот скажите мне, дорогие друзья, а ваш квест будет включать остановку о Перми первой? Вот то, что там сейчас как бы живет, мне кажется, совершенно антиисторическая вещь. Или со мной поспорить? Мы, конечно, можем с вами поспорить, но это немножечко не наша тема сейчас. Мы ее оставим, может быть, ближе к концу эфира. Дело в том, что мы действительно планируем проводить квесты, но здесь нужно сделать остановку маленькую методологическую квестов. Существует очень много разных видов. То, что вы сейчас говорите, это городские квесты. Такой проект мы уже действительно реализовывали. Может быть, кто-то из наших уважаемых зрителей помнит квесты по Колчаку в Перми, по революционным событиям в Перми. Интерактивные экскурсии мы организовывали в прошлом году. И, в принципе, сейчас этот проект тоже живет. Но сейчас мы планируем действовать по-другому. Я имел в виду вот эту выставку историческую, как она называется на Перми первой, на Решном вокзале. Это ведь версия Тихона Шевкунова и его друзей-историков, пропагандистов великой путинской России. Я хочу услышать ваше мнение. Честное, как историка. Вы там были? Конкретно в нашем отделении еще нет. Я был в московских. Там их четыре, по-моему, сейчас выставки. Они открываются все в Манеже, как вы знаете, потом переводятся на ВДНХ. Я их все посещал. Соответственно, в принципе, я с ними ознакомлен. Единственное, я не знаю, у нас в Перми тут региональный компонент как-то должен быть представлен. Что именно здесь представлено, я за это сказать не могу. Насколько я понимаю, они унифицированы как раз в каждом городе, где открыт. Одинаково представлен, видимо, видеоряд. Звукоряд. Да, там есть какая-то общая база, но в каждом городе все-таки есть... Но ведь можно тоже назвать эти, так сказать, эту вампуку квестами, потому что настоящий историк юный должен уже понимать, что не все, что показывают, это правда, да, и уметь как бы среди фактов искать свою истину или нет. В чем достоинство квестов? Там информация может быть любая, да, а потом уже выучите анализировать ее. Задача квестов именно в этом. Действительно, это какой-то новый интерактивный способ вовлечь аудиторию молодежную, прежде всего. Но, повторяюсь, мы, в общем-то, ориентированы достаточно на широкий круг людей, но прежде всего именно на учащихся молодежных школьников. Так вот, наша задача не просто им что-то рассказать и сказать, что так и было, а прежде всего научить самим искать эту информацию. И вот методика квеста, она этим интересна, потому что мы им не просто, как преподаватели, приходим и лекцию рассказываем. Ребята, было так, а еще вот так, а потом было вот так и никак иначе. Это как раз, на наш взгляд, неправильно. Наша задача подсказать их как-то, подтолкнуть, может быть, дать какие-то материалы и вопросы к размышлению. Квест, он этим интересен, что они ищут сами эти ответы. И какого-то специально заданного результата здесь не предусмотрено. Наша задача, скорее, привлечь внимание к каким-то датам, которые кажутся очень-очень банальными. Вот Настяя Владимировна, она уже начала говорить, первый квест у нас 23 февраля. Казалось бы, ну, все мы знаем, День защитника Отечества. Что может быть проще, нужно поздравлять своих мужчин. А вот спросите любого практически человека, не обязательно даже пермика, а с чем вообще связана эта дата? Почему на 23 февраля, а, например, не 25 или не 21? И вот на такие вот вопросы, которые, может быть, в жизни мы не задаемся даже, мы и должны отвечать. Ведь эта дата с чем-то связана. И причем здорово, когда в квесте принимает участие группа разновозрастная, с разным культурным багажом, что дает возможность действительно посмотреть на тот или иной факт с разных точек зрения, в общем-то, так ведь? Ну и прийти к какому-то единому, может быть, наилучшему результату. Ну, и еще добавлю, что это не просто группа, это ведь квест, как соревнование разных групп, соревновательный момент для молодежи, да и не только для молодежной аудитории, он всегда интересен, он всегда важен. То есть это возможность не просто что-то новое узнать, а еще и поконкурировать, а познакомиться с другими ребятами. То есть, например, обычный урок, ты общаешься со своими ровесниками, одноклассниками, которые ты видишь все время, и ты знаешь, что они могут сказать, что ты им можешь сказать. В ситуации, когда ты сталкиваешься с учениками даже из соседней школы, а еще лучше, например, со старшей аудиторией, со студентами, ну или наоборот, для студентов сталкиваются со школьниками, не видят, что это младшие ребята, что они чувствуют какую-то, может быть, даже ответственность, мы их взрослее, мы им несем какую-то ответственность за то, что мы им скажем. То есть все это приводит как раз-таки к какой-то необходимости анализировать. Вы знаете, я не могу вас не спросить, Анастасия, и вас, значит, о свободе академической. Мы знаем, нашу журналистику заполонила пропаганда, абсолютно заполонила. То же самое сейчас происходит с наукой, потому что вот эту вампуку, про которую я говорил, ну, это же не мое мнение, это мнение российского исторического, как называется, вольного общества, да, и так далее. Вот, и как вот в этой атмосфере токсичной вам, значит, получая государственные гранты президентские, да, не напороться на какие-то их там, не знаю, ограничения, оставаться свободным и честным самим собой, свободным ученым. Вот в этом главная дилемма наших дней, мне кажется, или я ошибаюсь. А вот я бы как раз хотел сказать, что скорее вы здесь ошибаетесь. Вот в научной среде, именно в научной, да, я подчеркну, не публицистической, не журналистской. Слава богу, что я ошибаюсь тогда, да? Да, в научной таких каких-то блоков или запрещенных тем, чего-то этого нет. Скорее, как раз-таки, очень часто бывает, что общественники, какие-то организации начинают вмешиваться в научную жизнь, пытаются что-то им диктовать. Но для настоящей науки это не становится какой-то преградой или помехой. Вы знаете, если честно, название вашего проекта «Победами славится Отечество», но это абсолютно название придумано, чтобы получить грант, и все. То есть какое в нем содержание в этом названии? Это какая-то вот тоже… Это очень спорный вопрос, да, что вы получите грант, ну, возможно, возможно, да? Но мы, как историки, как педагоги, прежде всего, работаем с… Прежде всего, наверное, мы сами любим свою страну, оцениваем события, наверное, я надеюсь, объективно, да, исторически, и призываем, в общем-то, к этому же и школьников, и студентов. И вот немножко, может быть, это иду от темы, темы квестов, ради чего мы, собственно, сюда пришли. Наша организация предлагает студентам вузов поучаствовать в конкурсе научных исследований и просто исследований по самым разным направлениям, то есть политология, социология, истории, философия, культурология, ну и в том числе краеведение. Я надеюсь, что действительно получится очень интересный конкурс. Мы только еще, вот, собственно, начали принимаем работы до 21 января, посмотрим, сколько, в общем-то, активных у нас, в общем-то, студентов в Пермском крае. Но, опять же, задумывали, как региональный конкурс, но получается, что он выходит за пределы региона и даже страны, поскольку нашлись желающие поучаствовать даже из стран Белоруссии, Украины, поэтому, возможно, даже выйдем на международный уровень. Если кого-то действительно этот конкурс заинтересует, направления, как вы понимаете, очень широкие, мы приглашаем до 21 января выслать, значит, заявки и также тексты. Объем работ небольшой, от 5 до 15 страниц. Подробную информацию вы найдете, опять же, на страничке ВКонтакте «Человек и мир». Ну, в Пермском пространстве мы скажем, что вы не первые по историческим квестам. Вот сегодня мы перед эфиром вспоминали, да, и, значит, вот наши, скажу, соводы-частники водят и в костюмах гражданской войны времен и так далее. То есть вы как-то это тоже отслеживаете, да? Будете сотрудничать с такими независимыми, так скажем, историками, да, Пермскими краеведами? Ну, сразу скажу, конечно, мы за этим сидим и отслеживаем, да, и мы говорили, и вспоминали, в общем-то, мы их всех знаем. Проблема здесь как раз-таки заключается в том, что это могут быть профессиональные люди, работающие профессионально с аудиторией, ведущие какие-то мероприятия, но не историки. Вот как раз-таки историческое научное сообщество крайне редко занимается популяризацией истории, в том числе мы видим в этом и нашу проблему, и, собственно, почему мы начали заниматься этим. Да, вот вы обратили внимание название на наше название. Конечно, мы акцентируемся в первую очередь на победах, ну, потому что это и интересно массовому зрителю. Я могу сказать о своей научной теме по истории, да, и кандидатской диссертации. Я вас уверяю, массовая аудитория, она вообще не интересна, и она не связана ни в коем образом с победами России, она связана с местным самоуправлением. Кому сейчас интересны земства и думы вне пределов моей научного сообщества? Год, столетие революции, и вот сегодня с какого числа? 12 января. А 20 января разогнали учительное собрание, вот столетие. Вот это интересно. Инфоповод, ты какой шикарный. Какие победы, если у нас был трагический 20 век? Вот я не понимаю. Ну, во-первых, наша история заключается не только в трагическом 20 веке, и даже в трагическом 20 веке можно увидеть очень много позитивного. Наша задача в этом и заключается. Показать, что история очень разносторонняя. Просто я боюсь, что вас заставят только рассказывать про вот эти великие победы, некоторые придуманные, а про поражение-то не будете рассказывать. Хотелось бы отметить ваш момент, что нас заставят. Это неправильный подход. Что значит нас заставят? Во-первых, это мы предлагаем проект, его могут одобрить или нет. Но в рамках того, что мы предложили, нас уже никак не могут что-то заставить сделать. Это наш собственный интерес. Вадим Игоревич, наверное, стоит озвучить темы квестов, которые пройдут с января по июнь. Это интересно. Во-первых, тема. Во-вторых, предполагаемые маршруты, может быть, формы какие-то необычные. Потому что мало сказать, что это будет квест. Надо же как-то сделать так, чтобы это было интересно ребятам разного возраста. Это не так просто квест. Это ведь драматургия выстроенная, кроме информации. Естественно. Я, собственно, уже начинал об этом говорить. О том, что вы-то говорите о формате городских квестов. Такие мы уже проводили. Вот вы говорили о некоторых организациях. Я тут могу упомянуть о нашей партнерской организации «Волонтеры Победы». Они, например, у нас в крае достаточно давно занимаются организацией квестов. Один из последних, например, прошел в декабре. Вот такой большой городской в шатре Сказариум. В центре города. И тоже собрал достаточно большую аудиторию. Но это только один из форматов. В рамках того, что мы предлагаем сейчас в нашем проекте, мы работаем с аудиторными квестами. То есть они не предполагают экскурсию, не предполагают перемещение между разными зданиями. В этом их большой потенциал. Мы можем приехать в любую школу, не обязательно даже в Перми. Ведь, согласитесь, участь где-нибудь в Кунгуре или в Лысьве достаточно сложно приехать, например, в то же здание Перми Первой. Наоборот, это мы будем приезжать для того, чтобы охватить максимально широкую аудиторию, прежде всего за пределами Пермского края. Скажем, что мы, это не только вы лично, вот сейчас сидящие здесь, а вы подбираете под каждый квест команду, исходя из своих исторических знаний, или своей картины мира, или как это будет у вас? Конечно же, плюс еще будут привлечены волонтеры, порядка 24, по-моему. Вообще общий охват проекта, то есть более 750 участников планируется как раз вовлечь в эту увлекательную историческую игру. Да, ну и сама команда, она ограничивается, безусловно, не только нами. То есть Орион, это не столько общественная организация, сколько Содружество единомышленников. То есть это такой творческий коллектив, который очень давно на самом деле занимается реализацией квестов, экскурсий различных. Этнографических фестивалей, различных творческих встреч. То есть у нас есть не только, допустим, ученые, но еще и творческие деятели различные. Да, и, соответственно, как и в каждой команде, у нас есть люди, связанные не только непосредственно с написанием, например, этих квестов, но и те, кто может профессионально их привести, те, кто может организовать, те, кто занимается, не знаю, дизайном, например, полиграфической какой-то продукции. Соответственно, коллектив достаточно слаженный, творческий, буквально живет этой идеей. Давайте поподробнее чуть-чуть хотя бы про один какой-нибудь, не знаю, исторический. Вот как будут освещаться в рамках ваших квестов вот 17-18 год, например, в Пермском крае? Что-то будет там про белогвардейцев, значит? А то, как город сдавали или брали, наоборот, разные силы красные и белые? Тут придется тогда все-таки отступить немножко от этого квеста, потому что по темам мы в этом году 17-й год не охватываем, все-таки юбилей 17-й год – это прошлый год. Вот в предыдущей, в прошлом сезоне, получается, именно такие квесты мы и проводили. И действительно, охват был абсолютно разный. То есть мы показывали здания, как связанные с белым движением, так и связанные с красным движением. Мы говорили о том, что город переходил из рук в руки, и нельзя принимать в сторону одну или другую. Начинали мы с того, что мы провели два отдельных совершенно мероприятия. К сожалению, огласку получил только проект, связанный с экскурсией Пермь-глазами Каучака. А, например, Пермь-красный или Пермь-казачий отдельные проекты, они меньшую созвученность получили, ну, в силу, может быть, не такой резонансности этой проблемы. Но мы старались действительно охватить разные аспекты. И, безусловно, мы никогда не говорим, что одна сторона хорошая, другая сторона плохая. И задача квестов показать, что материал настолько разнообразный, что тут не может быть какого-то одного правильного мнения, что, ребята, поддержите их, например, Каучака, или поддержите, например, Ленина. Анастасия, вот вы кандидат философских наук. Значит, как оказались в исторических квестах? Мы с Вадимом Игоревичем уже давно сотрудничаем по самым разным проектам. Наверное, уже последние лет пять. И, собственно, у меня тоже проявился интерес еще и к историческим квестам в том числе. Поэтому, собственно, коллега не отказал, чтобы я как-то тоже в этом поучаствовал. Хотя, безусловно, основную, ну, так скажем, роль берет на себя Вадим Игоревич и у нас также заведующий кафедрой истории, социологии, права Первского грамотно-технологического университета Волкова Татьяна Сергеевна. Вот у нас два, собственно, историка. Можно я еще и добавлю? Вадим, сейчас мы должны заканчивать уже, сейчас вы закончите. Короткий вопрос в режиме Блица, долго не думая. Если представим, сейчас мы играем в игру, 18-й год, значит, и вы выбираете за красных или за белых вы в этой игре, в квесте? Я бы не стал выбирать на самом деле. Анастасия? Я, наверное, против революционных различных событий, наверное, таких вот кардинальных решений. Я бы заняла позицию, наверное, созидания гуманизма. А такая была, как бы, возможность в 18-м году, позиция созидания гуманизма? Ну, в определенном смысле, да. Ну, хорошо. Те же земства, про которые я пишу, собственно, они и были такой некой альтернативой. Это вообще отдельная тема интересная, да, про земство как-нибудь подробнее поговорить и чему можно научиться у них сейчас. У нас, по-моему, не было вот этой темы в нашем проекте про земство. Буду иметь в виду. Вадим, это все-таки шесть тем квестов. Извучите, пожалуйста. Да. Вот надо было начать на самом деле с этого. Тогда бы таких вопросов не было. Вот так усердно нам все-таки революцию пытались тут применить. Тема эта действительно интересна, но все-таки актуальность, она не снижается. Но очень много мероприятий было в прошлом году. В этом году мы предлагаем следующие темы. 23 февраля, дальше 12 апреля, день космонавтики, соответственно, ледовое побоище. Взятие крепости Перемышль. Да, в рамках Первой мировой войны, которая незаслуженно забыта сегодня, к сожалению. Это, безусловно, 9 мая и это, безусловно, 22 июня. То есть темы достаточно далекие от революционных событий. Вот, собственно, наш круг интересов на 2018 год.